Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли на телеканале Культура народный артист Советского Союза, прославленный оперный тенор Владислав Пьевко. Владислав Иванович, рад вас видеть. У вас обширнейший, необъятный репертуар. Как получилось, что только сейчас, буквально вчера, у вас состоялся дебют, премьера, причем какая? Одна из самых востребованных, знаменитых оперных партий, партия Канио в паяцах Леонковала. Ну, знаете, жизнь есть жизнь, и это, скажем так, у меня получилось так, что за всю свою творческую жизнь, у меня две партии моего, так сказать, репертуара, которые прошли мимо меня. Одна по глупости, а одна, так сказать, не получилась. И мне пришлось в 65 дебютировать в Отелло и записать. А сейчас вот в свои следующие юбилеи я решился и спел Канио. Но это удивительно, потому что у вас в биографии есть как раз партии, которые фактически никто не поет. Их по пальцам пересчитать. Пальцев хватит на одной руке. Я имею в виду Гулиэль Мороклиффа, да? Да. Я четвертый тенор за всю историю этого произведения. А паяцам тяжело не вспомнить тех знаменитейших теноров, забыть их тяжело, которые были рядом с этой партией или были внутри нее. Это и Каруза, и Поворотти, и Марио Дель Монако, Пласида Доминго. Так что я вас поздравляю. А сейчас вот мне дверь открыла новая опера, чтобы я вошел в эту партию. Я очень рад этому и, конечно, благодарен руководству, что решились, так сказать, отметить мои дебюты вот таким неожиданным способом, чтобы войти в их спектакль, который у них идет. Хотя они немножко волновались, что спектакль-то у них как бы современный, а все знают, что я к этому отношусь очень, как-то мягко говоря, грубо выражаясь. То есть, когда перелицовывают классические оперы, я очень к этому осторожно. Но тут вы стерпели или наоборот с распространенными объятиями? Так настолько это все было органично. Да, тут было органично, потому что и сама фабула, в общем, и сюжет, паяц, опера паяц и таков, что это разъездная, по сути дела, от репериза. Она могла быть и в то время, и сейчас она. И финский режиссер сделал так, что вот какая-то разъездная так ездит по полям и весям, и вот эта вот такая закрутка идет во всей этой, что вот в одну деревушку приезжает, в одно место приезжает эта труппа, и ее решает снять. Так что меня это не покоробило, я даже, так сказать, я только в одном волновался, когда одевал пиджак, когда посмотрел я спектакль на видео, мне дали, я думаю, боже, интересно, как же я буду выглядеть. А одел пиджак, все нормально. Но ведь вы упомянули о сюжете, и там развивается не только любовная линия, да, вот этого треугольника любовного, но и очень важная тема взаимоотношений актера и его персонажа, маски и обладателя маски. Вот как в этой истории вам было комфортно? Что вы своего добавляли из жизни, я имею в виду? Ну и жизни, и жизни, естественно, ты не сможешь даже рассказать, что тебя, какие тебе кладовые вдруг открылись, твоих накоплений, которые вдруг... Вы почувствовали, что они открыли, да? Да, кое-что было, кое-что было, и финал, конечно, я считаю, что просто удивился, что режиссер, который ставил, он прошел мимо этого финала, а финал так и просится, тот, что я сделал. Тут я немножко отредактировал эту постановку. Ну, признайтесь, как? Ну, как? Знаете, по постановке в конце, значит, после того, как Каню убивает... Неду. Неду убивает Сильвию, по постановке он хватает у кого-то пистолет и стреляет. Стреляет сам себе. И падает так неуклюже и неизвестно, непонятно где там все, он торчит. Вот. И на последнюю фразу La Commedia Finita выходит Тонио и говорит. Я всегда говорю, зачем редактировать оперу, ведь если Ленка Валла дал эти слова Каню, значит, это усиливается его трагедия. Тем более, что после того, после этих слов начинается... Аккестровая, да. Да, это трагедия этого человека. А он просто застрелил, бросил, он как комок какой-то лежит. И не похоже, это и Наджи Вайду Пепел. Помните фильм, когда Цибульский сумасшедший, когда застрелился, он в каком-то конвульсии. Да, 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 и они крупным планом, это тогда понятно. А тут он на эту трагедию поставил, это сказал Тонио La Commedia Finita, пошел сел и началась та-да-да-да-да, и хор стоит, как будто это Гоголь Ревизор. Но если вспомните, как застывают, в каких позах, в каких своих эмоциях застывают герои Ревизора. Немой сценой Ревизора. Да, конечно, там они, он играет, а тут просто столбом стоят. Греческий хор такой получается. Да, абсолютно, и он ничего не играет, а я сделал по-другому, знаешь. И когда это убиваю всех, я стреляю в воздух, потому что Тонио начинает идти, как бы говорить, я стреляю в воздух, и все останавливаются. Я провожаю пистолетом на то место, где он должен сидеть, по их мизансцине. Сам говорю, в зал La Commedia Finita. И потом, разворачиваясь спиной к залу, и идет камера, снимает полностью мое лицо. И трагедия Канио на весь огромный экран, который видит зритель, видит мою спину и видит лицо Канио. Я думаю, что уроки и режиссерского мастерства, и драматического искусства, которые, я думаю, получали у Покровского в ГИТИСе, наверное, пригодились. Только режиссура у Бората Леонида Васильевича, который я заканчивал курсы у него режиссерской оперной. А это правда, что в ГИТИСе вот еще бы немножко, и с голосом пришлось бы распрощаться, и не было бы и Канио, и Леон Ковалово? Было, было такое, было. Было? Было такое, это после первого курса я пришел в ГИТИС, мне было Лео Майло, Лео Второе, я вообще не знал, что это такое. И потому что был батарейный запевал, и на всю колонну, на весь плац кричал, так что песни строевые, и все нормально было. А после года обучения в ГИТИСе у одного педагога потерял голос, просто осталось три ноты на центре непонятного тембра. Вот после пришлось искать педагога, там нашел, и вот он меня поставил на ноги. А вот через этого педагога можно ли говорить, что у вас есть некие творческие, почти родственные связи с Энрико Карлосо? Почти родственные, можно, потому что Сергей Яковлевич не в столь отдаленных местах, то есть на Воркуте. Как фамилия этого педагога? Ребриков, Сергей Яковлевич Ребриков. Они были с Сергеем Яковлевичем Лемешевым и дружили, были у одного педагога, у Райского, Назария. И вот там он повстречался с Антонио Розати, это сын Энрико Розати. У которого? У которого учился Карлосо, да. Так что вот. Ну ведь не зря вас называют иногда тенором с ярко выраженным итальянским тембром, я не знаю, окрасом, как это? Ну это уже судить тому, кто слушает меня, я же не могу слышать, потому что я слышу внутренним слухом своим, так что тут... То есть получается, что педагог это для певца, для будущей оперной звезды, это второй отец или вторая мать? Абсолютно верно. Абсолютно верно. И вот встреча, вот как раз это непонятно где решается встреча педагога и ученика, после чего получается какой-то результат. Ученика, который абсолютно верит всегда, это аксиома педагогу, даже потом если он сломает тебя, ты обязан верить, иначе ты ничего не сделаешь. А педагог, видя, слыша материал, даже переломный, он видит, слышит и знает, как вернуться к той природе, которая есть, и как ее наиполнейшее выявить. Значит, что человек с богатой природой при плохом педагоге может все потерять, и человек, у которого есть, безусловно, некие задатки будущего таланта, при хорошем, грамотном педагоге может развить свои качества до очень высокого уровня. Абсолютно. Ну, таким образом, вы понимаете, Карузо стал Карузо. Вы же знаете, он, когда был молодой, у него был лирически не очень интересный голос. Его несколько раз освистывали в Неаполе, на его родине, где как раз царствовал тогда Делючея. И все. И он сказал, что он никогда больше ногой не ступит на эту землю. Но ему пришлось в конце, в 21-м году перед смертью, приехать туда. Вот. И тогда он встретился с Розати, и он сказал ему, «Инерико, ты будешь настоящим певцом». И потом пошла работа, пошла работа. А у вас перед внутренним взором были исполнители Канио, и вообще какая-то такая постановка Леонковаловских паяцов перед внутренним взором сейчас, вами, сегодняшнего, что вот заставляет вас какие-то особые резервы включать в вашем исполнении? Вот знаете, я вам скажу, что, не знаю, я не видел, так сказать... Каких-то выдающихся, да? Да, таких постановок именно. Я знаю выдающихся исполнителей, это Марио Дельмонека. Вот. Это для меня идеалы, кумир. Я хотел поинтересоваться, как поживает ваш проект «Опера. Новое поколение». Развивается ли он? Есть ли люди, способные, будучи совсем молодыми и неизвестными, собрать зал, увлечь публику, заставить ее сопереживать своим героям? А вы знаете, вот хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что действительно сейчас такое время, когда, к сожалению, всем, от кого зависит судьба молодого человека, в высшей степени наплевать. Потому что время такое, что те, кто имеет деньги, те не затрачивает их. Потому что, скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, что в 17 лет, вот как у меня было, я разовьюсь и буду певцом? А если нет? Поэтому мы сейчас, я очень рад, что мы с Воронежским театром, с Игорем Михайловичем Непомнящим, с директором, и фонд Ирины Архиповой подписали такой договор, что мы, фонд Ирины Архиповой, готовим партии с молодыми, неизвестными ребятами. Приезжает после того, как подготовили, приезжает их дирижер, который ведет тот или иной спектакль. С ними принимает партии, работает, то есть он 2-3 дня. Потом мы выезжаем туда, эти человек 5, 4-5-6 человек, выезжаем туда. Там дают сценические репетиции, еще раз спевки уже с теми солистами, которые у них работают. И потом оркестровые, две оркестровые репетиции и спектакль. Вот так у нас было, мы сделали Трубадур, куда выезжали Мария Горелова, лауреат как раз премии конкурса Глинки, третья премия. Туда выезжали Катя Ковалева, это аспирантка и солистка оперной студии, консерватории. А сейчас она уже ее взял, детский театр, Исаакян. Туда выезжал уже маститый Леша Шишляев, который пел «Делуна» из театра Станиславского. Это тоже лауреат конкурса Глинки, великолепный баритон, такой уже набравший силы, уже как раз заматеревший, что я говорю. И туда выезжал мой ученик Сергей Спиридонов, который пел «Манрику». Вот, тоже очень интересно. И туда выезжал, Ферранду пел Андрей Архипов. Это внук Ирины Константиновны Архиповой. Бас! С юбилеем вас! Спасибо за то, что пришли. И с таким неожиданным, долгожданным дебютом. «Паяцца» для «Анковалла». Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Владислав Пьевко сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Слушайте хорошую музыку, получайте удовольствие от настоящих исполнителей. Обязательно увидимся. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова